Соборное послание святого апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, который освященный Богом Отцом и сохраненный Иисусом Христом, милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел зануженно писать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди из древле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом не веровавших, погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморрой окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будете с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. А сии злословия то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расплевают себя. Горе им, потому что идут путем каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с ромотами своими, звезды блуждающие, которым бледется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостиво с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.